В предыдущих сериях... Мисс Уэбстер, остались только ты, я и Придо Фонтен. Это мой шанс быть на мировой сцене. Я должен показать им, кто я. Только так я смогу победить. А где Сэмми? Ему пора на сцену. Он попал под машину и умер по дороге в больницу. Скрин Австралия и австралийская телекомпания представляют. В ролях Ксения Гудвин, Алисия Беннетт, Дэна Каплан Иси Дюрант Том Грин Джордан Родригес Томас Лейси Тим Пакок Танцевальная Академия Продюсер Джоана Вернер Говорят, перед смертью жизнь проносится перед глазами. Надеюсь, это правда. Автор сценария – Саманта Штраус Что тебе покажут альбом с лучшими моментами жизни. Режиссер Дэниэл Нэтхэйм С доказательствами. Что ты любил, что существовал. Всем будет нужна эта секунда, потому что никто, мой друг, уж точно не собирался умирать. У тебя есть лишь секунда между жизнью и смертью, Чтобы попрощаться. Куда теперь? Что? Мисс Рейн? Два года назад У нас есть раздевалки. Простите, Сэмюэль Либерман потерялся. Я запомнила вас на экзаменах. Мой впечатляющий прыжок? То, что вы не прошли, но вы снова здесь. Приходите в следующем году. Нет, я не могу, потому что у меня IQ 135, И меня запихнут в школу, где любят регби, и вообще нет танцев. Понимаю, это не ваша проблема, но обещаю, вы не прогадаете, если возьмете меня учиться. Мне нужна подпись родителей. Спасибо. Не подведите меня, мистер Либерман. Докажите, что вы этого достойны. Из уважения, комитет Придо Фонтен отложил все оставшиеся конкурсы на неделю. И мы не ставим Питера Пэна. Он там даже не выступал. А нам чем заниматься? Будут уроки до конца семестра, но мы поймем, если вы не станете их посещать. Просто знайте, это ваш дом. Останется завхоз и все учителя, и... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не эксперт в похоронах, но как несколько молитв и бутербродов помогут справиться с горем. Но надо соблюсти формальности. А как насчет нас? Как мы проводим Сэмюэля Либермана? Ну, правда, ребята, что вы думаете? Просто не будем больше об этом, а то все только и делают, что болтают. Что, устала от горестных разговоров? Отстань. Итон, не надо звонить каждый час. Все в порядке, правда? Я знаю, это тяжело, но держись и не забывай меня. Пока! Привет! Мы знакомы? Что у тебя там? Это личное. Личное? Я отлично умею подделывать подписи. Мой отец не фанат балета, так что... Нет, ты все сделаешь неправильно. Спасибо. Я жажду отсюда сбежать, а ты, наоборот, сюда рвешься. Но ты ведь не уйдешь, да? Ты бы танцевала плохо, если бы хотела вылететь. Это самозащита, ты просто боишься срезаться. Мемориал Сэмми. Я хочу сделать что-то вроде Легии. Показать, как Сэмми видел мир, как он видел нас. Кристиан? Прости, что? Хочешь помочь? Я напишу. Если можно, конечно. Хорошо. Текст очень важен, чтобы все поняли, какой он... каким он был. Эбигил? Как давно ты здесь? То, что отменили Питера Пена, еще не значит, что я перестану заниматься. В таком случае, Сиднейская школа танца проводит отбор до Рождества. Рафаэль попросил меня подобрать третий курсников без контракта. Но я могу взять тебя. Я с удовольствием. Прослушивание завтра. И что? Завтра, так завтра. Нам нужен компьютер Сэма. Его папки с музыкой. К сожалению, не уйдет. Я упаковываю все для Либерманов. Все останется на местах. Уже приходил Олли и забрал его пиджак. Какое преступление? Не перегни палку. Может помочь? Разложить все по коробкам? Тебе надо репетировать. Сэмми бы желал тебе победы. Не знаю, что бы он хотел оставить на память о себе, но это знаю точно. Простите, никак не могу собраться. Понимаю. Но если ты не будешь репетировать эту неделю, ты не… Не выиграю. Мне все равно, даже если я стану последней. Весь год я лишь об этом и думала. Дело не в конкурсе. А в том, танцор ли ты. Надо танцевать, когда больно. Надо танцевать с разбитым сердцем. Надо вкладывать все чувства в танец. И тогда ты станешь такой актрисой, какой я верю достойно стать. Десяти купальников хватит на шесть недель. Должна же там быть прачечная. Уже собираешься? Ты думаешь, я хуже третий курсников? Конечно, нет. Но это был такой удар, Нилая. Может, сейчас лучше… Рыдать в ванной? Ты ведь должна быть рада, что я снова вся в учебе, мама. Тяжелая ночка? Не лучше и не хуже других. Я мечтала об этом с девяти лет. Я тоже. Только подумай. Спать там. Никаких родителей. Спускаться каждый день по этой лестнице. Ходить на уроки. Да, было бы здорово. Танцевать каждый день. Все у нас будет. Что ты делаешь? Это случилось… Это случилось… Это случилось здесь. Я знаю. Он всегда здесь бегал. Мне надо будет взять кофту. Я хотел бы ее оставить. Хотел бы оставить. Хотел бы написать. Я знаю, что ты ему наговорил. Какую часть? Про предрассудки? Или про жалость жюри? Это все в моей голове. Каждые сутки. Семь дней в неделю. Отдай ее мне. Нет. Это был не вопрос, ясно? Привет. Входи. Здравствуйте. Спасибо, что пришла. Представляю, как тебе сейчас тяжело? Нет, я ждала этого прослушивания. Я приготовила соло. Отлично. Водитель совсем не сбавил скорость. Почему? Не знаю. Сэмми не пошел бы без оглядки. Не знаю, ясно? Меня тут не было. Он просил прийти в театр. Все-таки конкурс. Ты бы ведь ему помог? Я бы мог убрать его с дороги. Я мог бы раньше вызвать скорую. Он всегда был рядом. Что ж, начнем заново с первого такта. Ричард, подними руки. Возьми ее ладонем свои. Отлично. Привет. Я совсем справлюсь сама. Так что просто стой рядом и делай вид, что помогаешь. Ладно? Перестань так на меня смотреть. Как? Как будто не терпится за меня ухватиться. Перестань так на меня. КОНЕЦ Что-то не так? Да. Зачем вы дали мне настолько хорошего партнёра? Я не готова. Я не могла нормально репетировать с таким плохим партнёром. Все говорят, как великолепен он был, но он был просто ужасен. Как партнёр. И как мой парень. А потом он поцеловал меня. А потом умер. Да что он был за человек? Доченька, не надо, мам. Всё в порядке. Всё хорошо. Я ненавижу его. Я ненавижу его. Сейчас я вижу смысл жизни только в общении с друзьями. Я понимаю, что подвожу вас. Дара. И что точно подвожу его. Его последние слова были о том, что он гордится мной. Я пыталась, но я не могу передать в танце всё, что чувствую. Я скажу, что ты уходишь с конкурса. Спасибо. Всё как-то неправильно. Может, просто не дано. На похоронах было плохо. И у нас не получится. Даже знаем мы, что делать. Он говорил мне. После той истории, когда он думал, что умрёт. Всё очень просто. Готовы? Ой, постойте. Мне было плохо. Знаю. Итак. Как бы вы описали Сэмуэля Иссадора Либермана? Ух ты, как это называется? Я точно внесу это в список. У меня есть список того, что стоит сделать. Ну да. Попасть в академию – это номер два. Мне пора. Надо как-нибудь повеселиться. Вместе что-нибудь делать. С чего это вдруг? Ну, не знаю. Не знаю, как у тебя. У меня в школе не было друзей. Одни обязанности и учебники. А здесь хоть общий интерес, так что... Если сойдёмся, может, и подружимся. Так что, было бы неплохо. Ты и я. Мы никогда не подружимся. Зато честно. Ну, увидимся. Лучше всего описать Сэмми его же словами. Этот список он составил до первого курса. Пункт пятьдесят. Прыгнуть с тарзанки. Сорок девять. Сделать балет олимпийским видом спорта. С этим он просил помочь. Двадцать один. Сделать тату. Двадцать. Станцевать на перилах моста. Четыре. Оправдать надежды отца. Номер три. Любиться так, чтобы голову потерять. Номер два. Учиться в Национальной Академии. Номер один. Собрать компанию друзей на всю оставшуюся жизнь. Ну, весь список он, конечно, не выполнил. Но он сделал самое главное. А сейчас время для любимой песни. Ух ты, это... Это точно его любимая. Её ставили триста шестьдесят восемь раз. Пройдёмся по десятке фаворитов. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я не плакала с тех пор, как это случилось. Не знаю, что со мной не так. Поверь мне. Всему своё время. Пойдём. Мой друг ушёл, и я не знаю, как теперь дышать. Я хочу кричать, драться. Хочу вернуть его. Всё, что угодно, лишь бы заполнить эту пустоту. И сильнее всего, я не хочу прощаться. И не буду. Я просто благодарна, что знала его. Не надо прощаться с тем, кого будешь помнить вечно. На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2012 году. Субтитры сделал DimaTorzok